Жизнь жителей деревень Акулово и Бородки, села Дубки, поселка Внеисок за последние годы изменилась. Новая дорога и реконструкция Можайского шоссе на этих территориях добавила хлопот каждому. Весной с обильными дождями и таянием снега на дачной участке стекается вся вода. Когда-то зеленые уютные поселения на глазах превращаются в болото. Система водоотведения не справляется с мощными потоками воды. Люди доведены до отчаяния. У многих до сих пор затоплены дома, гаражи. В 2013 году Автодор начал свои работы по расширению дороги. И в связи с этим нарушилась эта система наша. То есть теперь просто-напросто с точным водом некуда попадать. Они здесь стоят и образовалось болото. Эта новая дорога перекрыла нам сток воды. И в настоящее время нас топит от того конца. Здесь поднимается почти на метр воды. Жители затопленных территорий неоднократно обращались в строительную компанию Автодор. Но там их, как они сами признаются, никто не слышит. Дорога Северный обход функционирует в полную силу. При этом система водоотведения не работает. Компания собирает деньги и ни рубля не вкладывает в исправление собственных ошибок. Вы понимаете, вот поселок Дубки, здесь нет централизованного водоснабжения. То есть все мы пьем воду из колодцев. Из своих колодцев. Колодцы, которые проходят по улице, находятся на улице. Ну вот как бы вы понимаете, что если здесь так стоит вода. В принципе она стоит так же, если пройти по улице, она по улице в куветах так стоит. Вот эту воду мы пьем, другой у нас нет. Точка кипения настала после очередных проливных дождей, когда под водой скрылись все посевы, а часть домов была испорчена. Теперь людям предстоят дорогие ремонтные работы. 31 мая у Северного обхода прошел несанкционированный митинг. Люди едва не перекрыли выезд на платную трассу. Жители деревни Акулова, села Дубки, деревни Бородки, поселка Внесок устали от бесконечных затоплений в наших участках. Каждый год в период павортов, а также во время дождей, наше хозяйство оказывается залитой водой. Это приводит к порче нашего имущества и угрозе нашего здоровья и нашей безопасности. Здесь становится жить просто невозможно. Глава Одинцовского района Андрей Иванов провел экстренное совещание за критической ситуацией, которая сложилась в населенных пунктах около Северного обхода. Руководитель поручил сотрудникам администрации лесного городка совместно со специалистами заводостока и водоканала внимательно изучить проблему и подготовить проект по доработке системы водоотведения дороги. Мы, скорее всего, к совещанию, которое будет в правительстве, должны уже свою часть отработать и предложить тоже наше участие в решении этой проблемы. Я уверен, что по итогам совещания необходимо будет вносить какие-то существенные коррективы в систему водоотведения проекта Северного обхода. Скорее всего, необходимо будет устанавливать ловушки, которые подхватят эти потоки и централизованно передадут на очистные сооружения. Очистные сооружения, насколько я знаю, в проекте Северного обхода есть, но там мощность, которая на сегодняшний день существует, она, конечно, не справится с этими дополнительными потоками, о которых мы сейчас говорим. Поэтому я уверен, что придется существенно изменять проектное решение и сам проект по Северному обходу и дополнительно вкладывать очень приличные денежные средства. Но, тем не менее, мы должны эту проблему поднять и принять какое-то совместное решение с госкомпанией «Автодорф». Глава добавил, что районные власти должны немедленно инициировать обсуждение проблемы на уровне правительства Московской области и руководства «Автодора», чтобы быстрее выработать способы решения этого сложного вопроса.